Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Зима близко». В рамках программы «Культ Просвет». В студии работают Денис Ханов. И Вадим Родионов. И звукорежиссер Родион Золотарев с нами. Денис вернулся из Берлина, где прожил и пробыл последние несколько месяцев. Я думаю, что уже два месяца можно сказать, что прожил. То есть уже можно назвать берлинцем? Я думаю, в какой степени можно, да. Потому что я окунулся и в быт. Иными словами, я думаю, наши радиослушатели сознают это ощущение, когда мы на время становимся туристами. Мы можем прикоснуться, скажем, к парадной части любого города. К чему-то праздничному или легкому. Но когда приходится входить как бы в толчую быта, тогда можно сказать уже прожил. И возможно тогда... Хотя с другой стороны, понятие берлинец – это тоже очень сложно. Я встречался с некоторыми представителями русскоязычной культуры Берлина. Германии, которые прожили там уже 10 лет и все еще чувствуют какую-то свою вненаходимость или, скажем, инаковость с другой стороны. Это чужденность может быть? Нет. На самом деле, что интересно, Берлин – это город, который действительно является столпотворением различных культур, этносов, наций. Это визуально очень яркий и даже пестрый город. Такой Вавилон. Да, да, верно. Я думаю, что это удачное сравнение, но это дружественный Вавилон. То есть там есть своеобразные такие невидимые плакаты «Добро пожаловать», потому что, в принципе, там, где я живу, в районе на северо-востоке, Пренцлауэльберг, это бывший район ГДР, иными словами, это восточная часть Берлина. Но сейчас это та часть, которая свидетельствует о том, как стремительно меняется город, его, условно говоря, ландшафт, и насколько мало там осталось от, скажем, истории XX века, от разделенного города, потому что буквально, допустим, несколько параллельных улочек от моего дома, и можно попасть на так называемый мост возле метро улицы Борнхольм, где, по сути дела, был как раз первый переход, который открылся, когда, скажем, руководство коммунистической партии ГДР случайно на этой знаменитой пресс-конференции прочло информацию о том, что, да, кажется, с сегодняшнего дня, значит, открываются пропускные пункты, и, условно говоря, волна, которая уже подмывала весь этот процесс издания, она просто вот... Это такая случайная закономерность, согласись, если рассматривать вообще Берлин как город и как символ даже в какой-то степени, потому что это и берлинский кризис, который был до Карибского, и тоже мог закончиться большой войной, и Берлинская стена, которую тоже можно назвать Великой Берлинской стеной, и потом вот этот прорыв из Корпиум споет «Ветер перемен», Берлин вот город, который, как мне кажется, он просто олицетворяет свободу, вот это стремление к свободе. Это город, который обречен на эксперименты, причем на эксперименты, которые, скажем, отзываются потом действительно в других регионах Европы, ну и, по сути дела, мир изменился как раз тогда, когда открылись границы Берлина, и этот мост как раз находится над станцией городской или пригородной электрички, и он до сих пор очень массивный, тяжелый, хотя назван он в честь одного, скажем, деятеля культуры, который сопротивлялся нацизму, Бёза. В то же время эта фамилия переводится с немецкого как «зло», и в какой-то степени очень симптоматично. Во-первых, этот человек боролся против зла, имеется в виду нацистский режим. Ну, Крин Крином можно так просто смотреть. И в то же время, когда этот мост был пограничным пунктом, то это действительно был мост, который разделял, скажем, государство, разделял нации, семьи, судьбы, и это было злом, потому что, в принципе, к сожалению, особенно говоря, в контексте нашей программы «Зима близко», то это ощущение того, что мы каким-то образом возвращаемся в те пределы, где нас разделяют стены. Здесь посмотри, ведь интересно. Берлин – это тот город, который достиг дна, в том смысле, что нацизм, на мой взгляд, это был дно человеческого, не знаю, вот есть человеческий гений, есть человеческое зло, это то дно, которого человечество достигло. Как раз в Берлине, как раз благодаря нацистам. А потом началось вот это перерождение, достаточно тяжелая судьба, оккупационная зона, разделение на ФРГ и ГДР, на восточный и западный Берлин. Путь к свободе, Берлинская стена, в общем, освобождение, переосмысление. И сейчас вот мы как раз смотрим на Берлин, как на город, который за относительно небольшой в историческом промежутке в какой-то период все-таки смог, ну, как птица-феникс воспрямить. В таком эмоциональном смысле даже. Я согласен, потому что Берлин действительно стал символом. Это, если, допустим, Париж и Лондон, это во многом, скажем, наши культурные слои впечатления. Может быть, действительно, это очень туристические города, где мы, если мы там туристы, то да, там Эйфелева башня, Биг Бен и так далее, это все ассоциируется с таким сладким туристическим слоем. То Берлин – это город, который постоянно трансформируется. Не знаю, насколько это мнение будет близко нашим радиослушателям, но когда попадаешь, например, в Париж или в Вену, то тогда увидишь действительно парадные фасады, что-то, что захватывает дух, и можно удивляться, и открывать рот, и так далее, и восторгаться. Но в то же время это достаточно стабильные или статичные фасады. Там не будет вдруг какой-то бурной деятельности. Там может быть протест или манифестация, но так или иначе парижские бульвары такими и останутся. Берлин постоянно растет. Он растет, к тому же, еще и внутри себя, как бы внутри так называемого кольца, или, условно говоря, центральной части. Берлин – это, опять же, все-таки, все еще по каким-то определенным, скажем, критериям. Это город, если не разделенный, то город, который может найти следы своего разделения. Например, вот упомянутый мной район, Пренслава Берг, в нем достаточно мало, как это ни странно для Берлина, достаточно мало турецкого населения. Потому что, так как по другую сторону была стена, а стены, к сожалению, возводятся снова нашими современными политиками, везде в Европе, в Латвии, в Польше, в Венгрии и так далее, и так далее, то никто, особенно в Западной Германии или в Западной Берлине, не хотел селиться рядом со стеной. Поэтому там была дешевая, скажем, недвижимость. И поэтому те турки, которые приезжали в Берлин, начиная с 70-х годов, как рабочая сила, как гастарбайтеры, они селились там, ибо они могли себе это позволить. Это как бы им было по карману. Таким образом, получается, что странным образом, вот это район, где... Я знаю, что у многих существует стереотипическое представление о том, что там в Берлине полным-полно других и так далее. А кто эти другие? И в этом смысле одно из моих ярчайших впечатлений, хотя я много лет преподаю, скажем, межкультурную коммуникацию, межкультурное общение, я не буду здесь создавать какой-то свой приглаженный образ. Для меня тоже было определенным эмоциональным вызовом такое наличие другого. Иными словами, скажем, по работе бывали моменты, когда за одним столом, если это были 10 или 12 человек, которые участвовали в дискуссии, я был единственным представителем, скажем, европейской расы. Расы в моем представлении этого условности и псевдонаука 19-го столетия. Ну, так сказать, выходит из Европы. Да, условно говоря, человек с светлой белой кожей. Вокруг меня сидели очаровательные люди из Камеруна, из других стран Африки. И в тот момент, как бы зная, что, по крайней мере, я тешу себя надеждой, что я свободен от таких моментов, как расизм, но, скажем, я чувствовал себя в тотальном визуальном меньшинстве. И это состояние, я думаю, что очень важно, чтобы вы поняли правильно, это состояние было, оно, это было не только интересное впечатление, но оно и очень тонизировало. То есть вдруг передо мной открывается совсем другая культура, скажем, другой визуальный ландшафт, я начинаю понимать, что в моем сознании что-то начинает освобождаться, я не знаю, может быть, даже обновляться. То есть такого опыта, допустим, у меня до сих пор не было. Ибо в этом смысле все-таки латвийский или рижский ландшафт это все-таки доминанты, условно говоря, белого цвета. И в этот момент я понял в очередной раз, насколько глуп по сути своей расизм. То есть расизм – это для меня синоним просто глупости. Потому что то, что другого человека на несколько тонов темнее кожа, а разновидности этого спектра могут быть очень разными, это настолько ничего не говорит о человеке, о культуре и о группе. И еще раз, очень важно, чтобы наши радиослушатели поняли, что я не пытаюсь изображать из себя какого-то политкорректного, там, я не знаю, ученого или жителя вот нового стильного хипстеровского района в Берлине. Ну, я расскажу тебе случай, который рассказал вчера один из наших радиослушателей в вечернем интерактиве. Он вызвал такси, приехал, ну, как он сказал, индусы, они разговорились, и этот парень, который учится в медицинском институте, будущий врач, он рассказал, что многие в Риге отказываются с ним ехать именно по причине того, что у него другой цвет кожи. Он с этим столкнулся в нашем родном городе и сталкивается с этим постоянно. То есть, если мы говорим о каком-то таком расовом восприятии, то в Риге, к сожалению, в Латвии, к сожалению, опять же, эти стереотипы очень сильны. И мы это наблюдаем, в том числе, вот на таких примерах. Потому что глобализация не проходит мимо, и, как ты правильно говоришь, в Берлине это наиболее заметно. Но у Берлина очень хорошая прививка, потому что однажды я поехал в командировку искать неонацистскую партию, которая в определенных землях германских стала получать мандаты. Я нашел этих ребят, назовем их так, в одном из районов Берлина. Сейчас я уже не помню по памяти, что это был за район, но он был окружен корейцами и русскими. Что интересно, там были русские и корейские магазины. И когда мы, в общем, подошли к этому зданию, этому офису, было все практически заляпанной краской, видимо, и корейцы, и русские сопротивлялись присутствию здесь неонацистов. И, в общем-то, я так понял, что эти представители, так скажем, последователи Адольфа Гитлера, они, в общем-то, загнаны действительно в такую глубокую оппозицию, несмотря на то, что эти силы иногда прорываются. Но, тем не менее, вот это окружение их меня поразило, потому что, как ты чувствовал себя в меньшинстве, в хорошем смысле, вот эти товарищи чувствовали себя в меньшинстве тоже, потому что, ну, действительно, вокруг были совершенно другие, и это не мешало им жить, потому что разговаривал и с русскими, ну, с русскими в основном, в русских магазинах, ну, да, сидят там какие-то придурки, ну, так примерно сказать. Ну, на самом деле, их судьба быть маргиналами в таком городе, как Берлин, связана с тем, что они выбрали, скажем, ту политическую философию или теорию, которая, ну, действительно опасна для демократии. Она чудовищная, я считаю. Она основана на насилии, на иерархиях, на исключениях, на маргинализации, и то, что действительно заметно в Берлине, это прежде всего присутствие яркой, четкой, энергичной левой оппозиции, вот подобным праворадикальным националистическим идеям. Если в латвийском обществе национализм именно в своем негативном, скажем, явлении или формах, считает, да, он, во-первых, от правительства до центрального рынка, и почему-то все считают, и не будем сейчас только, скажем, обвинять в этом, условно говоря, партии этнического большинства, по подобному же сценарию работают и другие партии, например, я четко видел это, партия Согласия пыталась использовать, скажем, этнический фактор в период, условно говоря, в кавычках, защиты Ушаковой и так далее, это моя личная версия. То есть, условно говоря, мы используем этнос все в этой стране, здесь у нас в Латвии это удобно, уютно, быстро и так далее. Ну, я бы сказал, что это не уютно. Нет, нет, это уютно для политиков, да. И потом, к сожалению, мы как общество во многом, скажем, заняты совсем другими вещами, и поэтому целый ряд моментов, которые я вижу в Берлине, для нас здесь может показаться какой-то странной роскошью или каким-то ненужным там десертом, условно говоря, ах, это все там причуды богатых, да. Нет, Берлин – бедный город, надо сказать, об этом говорят самы берлинцы. Настоящие финансы, условно говоря, присутствуют на Западе и на Юге Германии. Франкфурт. Франкфурт, Мюнхен, да, Мюнхен – один из самых дорогих городов. Но то, что я вижу в Берлине, начиная от граффити на стенах, кончая плакатами, скажем, какими-то там акциями или кафе и так далее, это действительно наличие четкой левой, может быть, даже доходящей до анархизма, идеи того, что мы сопротивляемся радикальному национализму, мы сопротивляемся этно-радикализму, мы сопротивляемся расизму и так далее. Кругом различными красками написаны не самые лицеприятные действия, которые ожидают, допустим, если левым встретиться на улице там нео-нации или там еще что-то в то же время. В Берлине есть бар СССР, я не знаю, заглядывал ли ты в это учреждение. Нет, я не заглядывал туда. Я заглянул, и там была девушка-латышка, которая была официанткой, мы разговаривали, правда, это было много лет назад, это очень самоироничная история, потому что там, конечно, много выходцев из бывшего Советского Союза, но много и немцев, и работают там в том числе и латыши. И мне кажется, вот как раз как у нас есть бар Ленинград, который тоже считают достаточно самоироничным. Питерцы считают его достаточно слабым и неинтересным. Ну, возможно, он слабый и неинтересный, но, тем не менее, бар СССР, про который я написал большую полосную статью потом, кстати, в латышской газете она была опубликована, в телепрограмме, правда, но, тем не менее. Это была такая история, которая для меня вот в какой-то степени ассоциирует Берлин и его уровень, не знаю, его сознание, его ритм, потому что для меня это действительно горд. Я люблю Восточный Берлин больше Западного, потому что, на мой взгляд, он более колоритный. Там есть трамваи, которые ходят по... И вот эти вот остатки, не знаю, и переосмысления, и эти руины, которые, возможно, остались после советской зоны оккупации, и даже вот эти уродливые здания, которые вклинят в его архитектуру, вот эти советские блочные, тем не менее, в нем осталась какая-то такая, не знаю, то ли стремление к свободе, то ли что-то другое, чего я не нашел в Западном Берлине, когда там было. А был я в Берлине раз 15, поэтому я тоже смог его... Да, за 15 путешествий можно действительно увидеть. Да, тоже, в общем-то, изучить, полюбить. И этот город, который я принял сразу, в отличие, скажем, от Брюсселя, который я не принял, в отличие от Парижа, который мне совершенно не нравится, чтобы мне говорили... Здесь я сговорились, согласен. Да, но в Лондоне я не был так много, поэтому у меня... Париж высокомерный город, по-моему. Опять же, это, может быть, мы оперируем клише или своим собственным первым впечатлением. Париж совершенно неинтересный мне город. Вот его дух я не поймал вообще. Я пытался несколько раз. Вот не пошло. Брюссель, по-моему, с попытки с 12-й. Я начал как-то его познавать и принимать. А вот с Берлином это произошло сразу. В первый день, когда у меня не было денег, было всего 20 евро в день, это был чемпионат мира по футболу, который проходил в Германии. Не хватало денег ни на что. И мы вынуждены были питаться там один раз в день каким-то хот-догом. Но вот знаешь, сразу, вот в тот же день, когда я ступил, моя нога на берлинскую землю, вот произошло вот это соприкосновение. С тех пор я очень люблю. Берлин – это один из моих любимых городов. Я могу разделить эти впечатления. Это свободный город. Это город, который, как я уже упомянул, по сравнению с финансовыми центрами Германии, достаточно, скажем, бедный город. Но бедность – это в какой-то степени способствует тому, что этот город все-таки горизонтальный, он не высокомерный, он не иерархичный. Да, конечно, центральная улица, там Фридричстасс и Линден. Линден, мы видим всевозможные салоны, там мраморные фасады и так далее, какие-то безумные кабриолеты и все прочее. Мы видим там, конечно, салоны, там ручных часов и так далее, или фарфоры, или драгоценности. Но не в этом дело. Это не Берлин. Это, условно говоря, берлинцы терпят эти улицы, потому что они созданы для туристической индустрии. Но в то же время это город, который постоянно живет. И что интересно, в отличие, например, от Риги, конечно, эти города пространственно сравнивать вряд ли стоит. В Берлине живет приблизительно 4 миллиона человек. У нас около 700 тысяч, или, может быть, даже меньше. Но суть не в этом. Суть в том, что Берлин не иерархичен. Он разделен на районы, которые живут своей жизнью. Они самостоятельны, они самодостаточны, они не являются, условно говоря, чем-то хуже, чем центр. То есть, вот если мне не повезло, я не живу в центре, значит, я живу на окраине. Раз на окраине, значит, там скучно, кислое и сыро. Нет, это не так. Каждый район обладает своим лицом. По сути дела, в этом районе есть какие-то культурные пласты. Например, совсем недалеко от меня есть русский театр «Панда», который в этом году в сентябре празднует, отмечает свое десятилетие. Там я познакомился в один из первых дней с очень интересным современным русскоязычным поэтом Александром Смирновым или Дельфиновым, таков его псевдоним. И там он будет в сентябре открывать свой сборник «Паника». И, уважаемые радиослушатели, я обязательно постараюсь взять у него интервью и представить его в рамках «Культ просвета». Он приедет сюда, в Ригу, в рамках рижских бесед, которые пройдут с 8 по 11 ноября. Я уже сейчас, может быть, немножко рановато, но все же предлагаю вам поучаствовать в этом форуме. Следите за программой «Мемориала Жанни Слипки». Я думаю, что мы об этом сообщим, он тоже сообщит. Дело в том, что просто приходите слушать современную русскоязычную поэзию, приходите спорить с поэтом и приходите на спектакль «Театр улицы Гертрудес», «Мемориал». У нас будут очень интересные лекторы, тот же Александр Эткин будет и так далее, и так далее. В любом случае, Дельфинов показал мне, скажем, в своем собственном образе того русского берлинца, который живет там 10 лет, он ездит между Боном и Берлином, и в то же время, как ни странно, в этом городе я осознал, насколько много слоев моей собственной идентичности, потому что я приехал туда, и я приехал из Латвии, которую мало кто там знает, хотя рядом со мной, у турка, где я ел кебаб, сидели несколько латышских ребят, студентов, и каким-то образом, то ли они слышали, как я говорю, по телефону, то ли что, и они мне сказали «О, привет, латыши!» То есть в этом смысле я вдруг стал, скажем, для этих ребят латышом, хотя здесь, например, для политической условной элиты в Латвии я таковым не являюсь, да, то есть это разделение этнически сохраняется. Но в Берлине я начинаю осознавать в какой-то степени то, что во мне соединяется и, скажем, русская культура, и нечто неясное, нечеткое, космополитическое. Так что в этом смысле этот город постоянно заставляет производить какие-то умственные процедуры, все время что-то в голове меняется, это город, в котором никогда не бывает скучно. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Это программа «Зима близко», будем принимать ваши звонки, так что оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Культ просвет», «Зима близко» – это наша традиционная рубрика, да не рубрика, в общем, отдельная программа, которая в рамках «Культ просвета» выходит, и мы вместе с Денисом Хановым рассуждаем на тему Берлина сегодня, берлинцев, и учимся у них взаимопониманию, наверное, в какой-то степени. Но это одна из тем, потому что Берлин, как я уже упомянул, полон людей различных культур, и я как раз хотел бы использовать семикультур, потому что культура действительно реально существует, все остальное, цвет кожи, какие-то иерархии, это все полная чепуха и расизм 19-го столетия, и колониализм. Так вот, как Берлин все существует сам с собой, будучи настолько различным? Во-первых, надо сказать, что в отличие от латвийского государства, которое стремительно сокращает средства на политику интеграции, или превращает ее в музейное нечто, или в этнографический музей под закрытым небом, то речь идет в Берлине о том, что включение и признание есть путь к участию в общем пространстве. То есть, в отличие от латвийского государства, нет необходимости перенимать какой-то блок этнического, скажем, этнических качеств или навыков. Важно быть гражданином. Гражданином означает быть, прежде всего, научиться участвовать в политическом процессе, то есть не сидеть дома. Допустим, в латвийской ситуации, например, постоянный плач о том, что я не гражданин, он никуда дальше не приведет. В рамках конституционной культуры нужно искать другие пути. И другие пути – это натурализация. В какой-то степени в Германии действительно сейчас годами, уже на протяжении последних пяти, может быть, десяти лет, после того, как была, скажем, такая критическая ревизия темы мультикультурализма, речь идет о том, что, скажем, конституция Германии, гражданская культура есть нечто более широкое, чем, допустим, этническая немецкая культура. Это в какой-то степени, конечно, результат… Это такая надэтничность. Это надэтничность, которая, по сути дела, снимает целый ряд напряжений. То есть, прежде всего, тому же государству важно, чтобы человек был на стороне либеральной демократии, чтобы он или она, или там целая семья, они могли участвовать в выборах, знали, как это делать, чтобы они могли отличить популизм от, скажем, качественного предложения, чтобы они могли и знали, как потреблять СМИ, то есть, грамотность медийная, и чтобы эти люди, да, откровенно, были частью той культуры, которая основана на свободе, равноправии и правах человека. Но никто не требует быть от них немцами. Никто не требует от них быть немцев. Люди сохраняют свою самобытность, как мы можем ее назвать. Самобытность поддерживается. Но в Германии есть еще один момент. Это вопрос того, что там существует целый ряд так называемых культур мигрантов, которые представляются так называемыми организациями мигрантов или федеральными союзами. Но мигрант в данном случае… Там, конечно, происходит целый ряд, скажем, дискуссий на тему, как правильно называть, потому что все-таки слова имеют силу. Если у нас в Латвии, например, как ни странно, нет другого обозначения для политической нации, как, допустим, латвиеши, а то идея латвиеши или латвийцы, по сути дела, непереводима до сих пор. А если переводим, то это нечто такое непонятное и неудобное. А у нас существует там циттаутеши или мазакунтаутцы. Это в какой-то степени… Ну, словно говоря, язык – это есть выражение отношения к другому. Ну, циттаутеши или инородцы – это не очень приятно звучит. Это не… да, потому что в Германии тоже есть, допустим, айнвандера или, допустим, те, кто вошли или приехали. Но там, условно говоря, ведется активный спор, и политкорректность, от которой мы здесь все как бы шарахаемся и смеемся над ней, политкорректность есть все-таки попытка смягчить какие-то острые углы и пригласить в пространство. И если человек этот, сохраняя свою турецкую, там, допустим, североафриканскую идентичность… Вот у меня теперь появились новые знакомые, очаровательные люди из Камеруна, ярчайшая… Марианна, представитель Африканского совета Германии, очаровательный человек. Она просто полна энергии, она активно включается в тему защиты прав человека, она борется с расизмом. Там в Берлине, в каждом районе города есть, скажем, такой пункт, где можно регистрировать случаи расизма. И то, что ты упоминал, допустим, этого индуса-водителя, то да, у нас же здесь в студии в рамках культпросвета был Джордж Стилл, который гражданин Латвии и так далее. Он говорит, его до сих пор в какие-то, допустим, там, клубы или рестораны не пускают. У меня есть одна знакомая из Афганистана, которая какое-то время жила в Риге, и она рассказывала о том, как дама, которая сдавала ей квартиру, когда она жаловалась на какие-то там проблемы с сантехникой, сказала, вы вообще можете уезжать в свою страну, где у вас и водопровода, наверное, нет. Потому что она считает, видимо, все афганцы живут где-то в степи и, условно говоря, прикрываются какой-то овечьей шкурой. На что она заявила, в Берлине водопровод был создан там в конце 19-го столетия. То есть, в принципе, что я хотел бы сказать этим всем. Дело в том, что политика интеграции – это, конечно же, и человеческие ресурсы, стратегические ресурсы, но это прежде всего добрая воля. И риторические. Да, и несомненно. То есть, например, никто из членов правительства, если он элементарно хочет сохранить свою политическую карьеру и будущее, не может себе позволить, или депутат Бундестага, не могут себе позволить такие фразы, как, например, наши националисты, там, овшах или еще что-то. То есть, такие люди просто исчезают из политического пространства. То есть, они становятся париями, они исключаются, но они исключаются за проступок. Потому что дискурсивно или в СМИ оскорбить другую этническую группу – это означает подбросить, скажем, или подлить масло в какой-то огонь. Тем более, немцы знают, к чему это может привести. Да, огонь можно раздуть везде и всегда. Можно постараться, вопрос, сколько топлива для этого использовать. Да, может быть, тогда мы обратимся к вопросам наших радиослушателей или комментариев. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, Лариса. Вы знаете, национализм, мне кажется, это ксенофобия где-то рядышком. И, видимо, это все-таки где-то очень глубинно. Потому что вот у нас много цыган здесь в Калгуре. Мама моя с цыганами дружила. А я вот, ну, вижу, что цыгане есть хорошие, нормальные, работящие люди, дети прилично одеты, все. Но все равно вот у меня почему-то подсознательно, когда я движу двух-трех цыган, которые мне идут навстречу, я машинально прижимаю к себе сумку. Я понимаю, что они нормальные люди, нападать не будут, гадать не потребуют, чтобы я с ними там. И никаких действий противоправных, но все равно почему-то вот где-то в подсознании надо беречь сумку и все. Вот как это объяснить, я не знаю, может быть, действительно Латвия должна пройти такие катаклизмы, как Германия с войной. И тогда, может быть, что-то у нас изменится. Не знаю я. Спасибо. Спасибо. Хороший пример с цыганами. Да, на самом деле я хотел бы поблагодарить нашу радиослушательницу. Редко кто так откровенно скажет о своих, скажем, предрассудках и страхах. Но раз они существуют, ну, условно говоря, есть два пути. Их можно культивировать, и в этом нам, к сожалению, помогают наши достославные политики, ибо они играют все время с огнем. Видимо, мы не слишком огнеопасная нация, то есть с нами можно вот так вот играть. Можно постоянно подливать масло в огонь. Такие тлеющие. Тлеющие, да, это верно. Ну, вдруг может резко измениться ветер, мало ли что с огнем бывает. Видимо, действительно, многие проходят технику пожарной безопасности очень формально в нашей стране. Подписался и знаешь. Но дело в том, что, так вот, можно работать с этим культивируя, а с другой стороны, та же радиослушательница откровенно сказала, что она знает, что это люди с образованием, они, допустим, заботятся о своих детях и так далее. Но уже признание того, что в нас есть эти стереотипы... Это первый путь к воздравлению. Несомненно. И поэтому я думаю, что, опять же, я никоим образом не хочу сейчас себя здесь рисовать, как какое-то абсолютно политкорректное существо. У меня тоже полно и полно стереотипов. Но я считаю просто, что то, от чего я действительно в восторге в Германии, это то, что на уровне, начиная с контента СМИ, заканчивая риторикой политиков, инициативами на федеральном, земельном уровне, на уровнях коммун, на уровнях района конкретного города, разнообразие, не есть риск и опасность, как, например, считает национальное объединение и прочие, которые сейчас на волне популизма попали в Сейм и в Рижскую Думу, а это возможность и шанс. Потому что, на самом деле, эти люди тогда становятся частью общества, и они элементарно трудятся на его, как бы, во славу этого общества. Тогда люди могут открывать свой маленький бизнес, они чувствуют себя хорошо. На моей улице турки торгуют кебабами, рядом вьетнамцы предлагают маникюр-педикюр, рядом, допустим, итальянцы предлагают мороженое и так далее, или там маленький испанский ресторанчик, и они не есть угроза, в целом говоря, немецкой культуре. Здесь как раз ты вот коснулся важной темы, потому что недавно, не знаю, ты и застал этот момент или нет, с триумфом национальное объединение подавало и преподносило новость о том, что закрыли пакистанскую кебабную, потому что там, ну, во-первых, было грязно это объективно, и, во-вторых, не говорили по-латышски. И с радостью сообщили, что закрыто еще несколько кебабных, в общем, это достижение национального объединения. Мне кажется, что... Ну, что ж, и гора родила мышь, да, ибо это жалкие потуги, скажем, национального объединения разжигать межэтническую рознь. Я давно считаю, что национальные объединения есть угроза для стабильности латвийского общества, потому что они, по сути дела, работают контрпродуктивно. Это, скажем, прежде всего, поддержание этнических стереотипов. Но ему же мало русских. Ему же мало вот этой русской темы. Это верно. И тут подвернулась глобализация. Глобализация, которая... Другой вопрос в том, что, в принципе, они ведь и лгут своим избирателям, и лгут десятилетиями, опыт накоплен, поэтому это единственное, что они могут. Вот это действительно опустевшее село, это опустевшие деревни, это постоянно уезжающие люди. В том числе и в Германии. В том числе и в Германии, да. Поэтому... Но зато закрыли кебаб. Да, если там антисанитарные условия, закрыть можно всё, что угодно. Турецкий кебаб, русскую избу, латышское лидо, неважно. Да, но дело в том, что преподнести это как победу латышского духа над кебабом, это просто смешно. О, ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Дмитрий меня зовут. Да, Дмитрий, слушай нас. Вадим, слушаю я вас, господин Мханов, иногда удивляюсь. Вот, знаете, очень неприятно, когда двое умных людей начинают в одну кучу мести всё подряд. Что вы имеете в виду? Я сейчас поясню. Правый радикализм. То есть все их сразу записывают в неонации, рассказывают о том, что национализм – это ужасно, это плохо, это несовременно и так далее. Но при этом рекомендовать всю либеральную демократию, которая единственный выход из ситуации. То есть это всё разные вещи. Синофобия – это не национализм. Неонацизм – это неправая идеология. И самое днище, Вадим, на самом деле, было в социалистической стране Кампучия, где люди убивали людей мотыгами. Они даже не стреляли. Они просто половину населения забили мотыгами. Это была левая идеология. Та же самая, которая была в Китае во время Мао, та же самая, которая была при Сталине и Прилуме. Но это так, идеологически. По поводу строительства стен. Я, например, абсолютно не уверен, что стены – это плохо. Вы знаете, мне довелось жить в помещении, где вместе живло 300 человек. А потом ещё полтора года в армии. Сначала полгода, потом полтора года в помещении, где 40 человек. Я не хочу так жить. Это в Советском Союзе. Мы жили в каливинге, работали в каворкинге и носили все бодиприятные эти, в общем, ткани, то есть натуральные. Хотите в Союзе жить, в каворкинге и каливинге? Ваше право. Но поймите, что есть люди, которые хотят жить со стенами. И, например, Латвия – это как раз та страна, где основная часть населения хочет жить со стенами. Хочет иметь свой угол, хочет иметь свой дом и хочет иметь предсказуемых соседей, но не слишком близко. Вот пример национализма. К индусу не садятся, потому что он индус. С чего вдруг-то? Это моего мнения не услышали. Вы поспрашивали людей, почему они к нему не садятся. Может быть, они к нему не садятся, потому что он по-латышски не разговаривает, а по-английски начинает им что-то объяснять, они пугаются и убегают. Может, еще почему-то. По поводу тех же самых цыган. Знаете, у меня в детстве друг был цыган. У него папа был прорат, мама – бухгалтер. И вот я с ним дружил с самого детства. У меня соседи были цыгане, когда я жил вместе с бабушкой рядом с рынком. Прекрасные люди. Ничего против них не могу сказать. Но если я иду и прижимаю сумку, когда мне навстречу идет компания цыган, то это не стереотипы. Это жизненный опыт, который есть у нашей слушательницы Ларисы. И называть это стереотипом – это как раз и есть стереотип, который говорит о том, что любое какое-то негативное мнение о людях какой-то группы – это стереотипы, это плохо и так далее. Это нормально. Спасибо вам, Дмитрий. Ну вот такая реплика нашего радиослушателя. Кстати, звоните. Телефоны у нас 672-12-93-9, и 672-13-93-9. У нас открытый микрофон, так что высказаться может как. Я позволю себе некоторые комментарии. Я не смогу прокомментировать весь объемный комментарий нашего радиослушателя. Он был слишком велик. Но, может быть, заострю внимание на последней фразе и согласно его опыту цыган и так далее. Да, у меня в школе тоже был приятель цыган в классе. Он был одним из наиболее добрых, отзывчивых и смелых людей. Но не в этом дело. Дело в том, что стереотип – это все-таки распространение своего конкретного опыта на целую группу. И то, что, например, прижимает сумку, когда идут люди, которых никогда никто не видел. То есть этих конкретных там А, Б, В человека никто из, скажем, ни Лариса, ни наш радиослушатель не видели. У них нету знаний о том, что эти люди могут быть потенциально… Или, допустим, они, не знаю, воровали раньше или могли бы это сделать. Иными словами, если мы встречаем людей, о которых у нас нет никакой информации, но мы уже заранее якобы знаем, что они могут сделать, а речь всегда идет о конкретных людях. Ошибка стереотипа – это как раз перенос, скажем, индивидуального на общее. Если, допустим, там, Петя у меня украл что-то, то это означает, что Ваня, если он тоже, допустим, русский из Новгорода, что он обязательно сделает то же самое. Та же самая и с цыган. То есть, в принципе, стереотип, простите, все-таки он существует как автоматический перенос, как нежелание. Я считаю, что это определенная интеллектуальная лень. Не хватка интеллекта, не будем путать, а интеллектуальная лень. То есть, я или кто-то другой не желает поразмыслить и сказать так, у меня нет никакой информации об этих троих идущих. В принципе, у меня нет никакого основания считать, что они такие. Ну, я, например, верю, что человек изначально все-таки хорошее существо. Что касается стен, да, по сути дела, да, за стеной можно жить неплохо. Вот хоббиты тоже жили там за своей определенной стеной. Но дело в том, что чем больше мы живем, чем дольше мы живем за такой стеной, тем меньше мы видим, что происходит кругом. Можно кое-что пропустить. Можно пропустить свой собственный шанс. Например, Финляндия, Эстония, этажи Германии не используют этот шанс. То есть, другой, этнические другие группы, глобализация для них является шансом. Для латвийцев во многом, благодаря нашим политикам, это угроза. То есть, нас считают такими маленькими волосатыми хоббитами, которые должны жить в своем шире, никуда особенно не вылезать, жить в своих там тыквах или что еще. И как-то так вот пронесет нас. Да, вот глобализация пройдет мимо. Нет, не пройдет. Всегда кто-то проиграет в ней. Так почему мы должны проигрывать? Может быть, стоит использовать шансы. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Сделайте потеший радиоприемник, пожалуйста. Алло. Да, слушай. Знаете что, я хочу вернуться к вопросу вашей фантазии насчет того, что только цвет кожи определяет. Нет, все определяет. Было интервью со спортивным врачом европейского уровня. Женщина тут не по вашему каналу. Она сказала, что все разное. Начиная от мышечных реакций у темнокожих, кончая психическими реакциями. Это совсем другой народ. И при чем здесь цвет кожи? И что это означает? Не надо долбать людей. Думаете, что они неграмотные? Нет, что вы хотите этим сказать? Видимо, ничего. Да, отключился радиослушатель. То, что я хотел сказать, во-первых, никто никого не долбает. Во-вторых, я не слышал это интервью, поэтому я не могу создать свое мнение. Но мужчина и женщина тоже разные анатомически. Да, нет. Как это посмотреть? Я хотел бы задать, может быть, в завершении нашей дискуссии другой вопрос. Я, во-первых, благодарен всем мнениям. И действительно, ни одно из мнений мы не забиваем. И мы его не выключаем и не глушим. Вопрос в другом. Давайте по окончании передачи, так как у нас будет время до следующего разговора, подумаем над следующим вопросом. Мы, вернее, наши радиослушатели упомянули целый ряд существующих по их мнению различий, которые, ну, каким-то образом являются непреодолимыми. То есть, хорошо, различия есть, да. Тогда можно задать следующий вопрос. И я предлагаю его задать себе и подумать, и что дальше? Да, они есть. И теперь вопрос. Что это означает? Это означает какой-то непреодолимый барьер, какую-то, я не знаю, трещину. Это означает, что кто-то хуже, кто-то лучше. И почему другой, инаковость, почему должна меня беспокоить? Почему она должна быть угрозой? То есть, принципиально здесь мы расходимся. То есть, я принимаю наличие различных историй. Те же мои коллеги из Камеруна могли принести в Германию историю своей, допустим, колонизации, эксплуатации, рабства, насилия белых солдат над черными женщинами и так далее. Об этом писали еще в начале 20 века. Но вопрос другой. Почему различие, этническое, культурное, религиозное, почему оно должно стать угрозой? Почему оно непреодолимо? И почему оно должно мешать нам вместе быть, скажем, гражданами государства, которые уважают другого? Потому что теперь представьте себе на мгновение, в качестве комикса, что вы сидите, как вот сидел я, допустим, среди людей другого цвета кожи. И эти люди сидят и между собой перешептываются. Господи, белый, розовый даже, не белый, какой-то прыщавый, бледный, непонятно что. Не такой, как мы. Не такой, как мы. Да, и, наверное, он опасный. То есть, в принципе, да зачем он здесь, да? Вот, собственно говоря, давайте зададим вопрос. Давайте посмотрим просто с другой стороны. И это порой может быть очень освежающе. То есть, это сносит какой-то уровень в сознании. И тогда можно открыть, скажем, строительную площадку для других идей и мыслей. Поэтому другой не означает риск или опасность. Это просто другой мир. Это же здорово, когда люди разные. Не хочу я видеть таких, как я. Я от себя сам устаю. Хватит. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Зима близко» в рамках «Культ просвета». В студии работали Денис Ханов, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Долтарев. Спасибо и до следующих встреч. До свидания.